Барабанная дробь и гудки проходящих поездов. По подсчетам, сегодня на привокзальной площади Мурома собралось порядка двух тысяч человек. Одно из самых необычных мероприятий, посвященных празднику Великой Победы, факельное шествие, проводится в нашем городе уже 35 лет. Организованный 28-й школой этот митинг накануне 9 мая собирает детей, молодежь, ветеранов и первые лица города. Когда я вижу, сколько здесь молодых и детских лиц, я понимаю, что память, народная память о победе не умирает и не умерет никогда. Мы помнили, помним и будем помнить подвиг 45-го года. Мы будем помнить подвиг наших ветеранов. В нас гены наших ветеранов. В нас гены победителей. Народа, который никогда никому не уступит, никогда не промолчит, когда видит несправедливость, не промолчит, когда видит неправду. Дорогие друзья, очень важно, чтобы победа 45-го всегда была в нашей душе. Удивительный факт. Чем дальше от победного мая 45-го, тем масштабнее проходит это мероприятие. В канун 69-й годовщины учащиеся муромских школ приготовили ветеранам грандиозный праздник. Ребята принесли на привокзальную площадь огромную георгиевскую ленточку. Несмотря на прохладную погоду, десятки юных артистов выступили с вокальными и танцевальными номерами. Неизменным атрибутом сегодняшнего праздника были зажженные факелы и свечи в руках. Символический огонь памяти, который горит в сердцах подрастающего поколения. Мы, молодые люди, в первую очередь, мы не знаем, что такое война, как она проходила, с чем это было связано, как все это было настолько очень трогательно, как наши деды и прадеды отдавали свои жизни, ради того, чтобы над нами светило светлое солнце, было голубое небо, чтобы мы жили настоящее поколение, счастливо, благополучно, чтобы не знали ни бед, ни страшного того времени той Великой Отечественной войны. Мы, молодое поколение, должны забывать, что такое война, ведь никто не забыто, ничто не забыто. И каждый должен вспоминать, какой вклад несли наши прадеды, наши бабушки, наши дедушки. И мы должны вспоминать их с гордостью и не забывать об этом замечательном дне, дне победы. Семья Титовых на факельное шествие приходит каждый год, сегодня со своей маленькой дочкой Ариной. Мы прививаем с детства ребенку, патриотизм какой-то должен быть. Наши деды воевали, должны как-то... Гордость. Гордость, да, за них. Факельное шествие завершилось возложением венков и цветов к памятнику земляку, герою Николаю Гастелло. И впервые в небо были выпущены залпы фейерверка. Ольга Килешина, Александр Симонов, Новости 24, Муром. Гордость.